Приветствую всех на фабрецы новыми, я Анастасия Федор и Мехисова, Невса Геннадий Гудков, российский оппозиционер. Здравствуйте, Геннадий. Да, Анастасия, я приветствую вас, ну и, конечно, всех-всех, кто с нами в эфире. Что-то странное происходит в мире. Китай начал масштабные военные учения, окружив в Тайване. Северная Корея привела в полную боевую готовность свою артиллерию, границы и усилила посты ПВО Кхеньяне в ответ на якобы проникновение южнокорейских беспилотников в столицу КНДР. Ну а штат, тем временем, как говорит Байден, готовы вести переговоры с Россией, Китаем и КНДР для уменьшения ядерной угрозы. Говорит, что ни нашим странам, ни всему миру невыгодно сегодня тормозить прогресс в сокращении ядерных арсеналов. Как думаете, сегодня мир ближе всего к Третьей мировой? Что происходит, если брать общую картину? Он, может быть, еще не ближе всего к мировой, но очень активно к ней движется. В демократических странах просто забыли, что с помощью добрых слов и пистолета, как говорил Дон Карлеон, можно сделать намного больше, чем только с помощью добрых слов. Вот они это правило забыли в общении с бандитами. Пистолет оставили дома. Поэтому, собственно говоря, все то, что происходит, я предсказывал с вами, в том числе на многих эфирах и других эфирах. Я все время говорил, что последствия поражения Путину, то есть последствия победы Путина в войне, будут катастрофическими для мира. И мы перечисляли с вами, какие очаги локальных войн, конфликтов, которые ведут к Третьей мировой войне, случатся. И я говорил, что сейчас вам, ребята, жалко 100 миллиардов, а потом вам не хватит и 10 триллионов, чтобы эту проблему решить. Да вообще решите ли вы ее? И поэтому я вам говорил, что какие будут очаги конфликта? Ближний Восток. Пожалуйста. Слава Богу, что Израиль имеет, извините за выражение, стальные яйца и решимость победить террор и победить Иран. Ну, по крайней мере, нанести ему тот неприемлемый ущерб, который может, так сказать, вообще разрушить этот режим от мороженных и больных на всю голову Айатола и всех этих пособников. Это обострение обстановки вокруг Тайваня. Вот оно, пожалуйста. Это обострение обстановки безумного, чокнутого, отмороженного Кима, Ина, вот этого, династии Кимов, которым позволили, вот эти сопляжуи западные, позволили создать ядерный потенциал. Сегодня этот ядерный потенциал насчитывают, по экспертной оценке, от 40 до 90, там, чуть ли не 100 различных боезарядов различной мощности. Там понятно, что ни факт они полетят, ни факт долетят, но факт, что он ими располагает. Эта страна заявила о том, что она обладает ядерным оружием, вопреки всему международному праву, вопреки всем праву. И все проглотили это. Ну, пусть имеет, ну, пусть сидит своими ядерными бомбочками. Вот он сидит, сидел-сидел, сидел-сидел, а теперь, говорит, а если Путин может, а какого хрена я тут сижу, у меня тут ядерных зарядов, они одной боеголовки боятся, а у меня их 40 или, там, 100. Вот, поэтому дальше мы говорили с вами, покатятся перевороты в Африке, они вот идут. Дальше у нас будет Азия, так сказать, отмороженные режимы, террористические группы, посмотрите, Талибан выводят сейчас из России списка террористов. Почему? Потому что уже дружба с террористами приобрела абсолютно нездоровый, системный и масштабный характер. Ну, собственно говоря, дали везде. Даже оборзевшая Венесуэла, которая довела свой народ для того, чтобы пакет молока покупают по отпечатку пальцев, и то там напал на соседнюю Гаяну. Ну, осталось только, чтобы Мексика взбудилась и сказала, слушайте, Техас наш, давайте-ка нам, пожалуйста, это. Ну, а потом еще про Раляску кто-то вспомнит. Поэтому все вот это сопряжуйство, вот это вот неумение сочетать силу, демонстрацию силы, или в необходимых случаях применение силы, и привело к этой ситуации, когда мир очень близок к ядерной глобальной войне. Вот, а сейчас еще в Соединенных Штатах, конечно, позвоните Вове Путину в Кремль. Здравствуй, Вова. Ты знаешь, вот у нас столько добрых слов, столько добрых пожеланий. Мы же понимаем, что тебе тоже неудобно как-то вести войну. Ну, вот тебе, наверное, сложно, мы тебе хотим помочь. Ну, вот примерно в таком ключе, да, еще и Шольц почему-то забыл. Ну, Шольц просто послали, а то бы позвонил. Здравствуйте, Владимир Владимирович, звонит вам некий Шольц. Вы знаете, я вообще-то был канцером некоторое время Германии, но это была великая страна некогда. Сейчас она превратилась вот в то, что вы знаете. Вы же у нас работали, вы же помните, вот, как вы там вербовали, так сказать, наших немцев вдоль и поперек. Вот мы решили с вами поговорить. У нас тоже очень много добрых слов и искренних пожеланий. И леопарды мы не дадим, потому что американцы не дают свои Абрамсы. Ну, и мы, значит, решили с леопардами погодить. Может быть, мы договоримся до чего-то. Что вам надо, скажите? Может, вам судец в области отдать? Может быть, там еще что-то, да? Вот, мы готовы. Кемская область, да никаких проблем за счет Украины. Там, что, ну, надавим, поддавим, прекратим отсутствие, соглашение помощи. У них там дела швах. Так что давай мы с собой договоримся. Ну, надо было, конечно, позвонить. А там, может быть, уже и тот из других лидеров западноевропейских государств созреет. Вот это все сопряжуйство, вот это неумение мобилизовывать хотя бы политически, экономически свои страны, вот этот популизм в политике, когда ориентируется не на коренной населении, извините, а на халявщиков-мигрантов, которым нужно все больше и больше и больше, которые там приезжают арабские семьи по 10 детей. Понятно, что там французы отдуваются, чтобы их там обучить, чтобы их там уличить, чтобы их цивилизовать, чтобы дать им какие-то, так сказать, возможности. Может быть, они, так сказать, перестанут за это ненавидеть Францию. Они вот не перестают многие. Многие перестают, а многие нет, к сожалению. Ну и так далее. То же самое происходит в Британии. Я ужаснулся, что в Бельгии, там в Брюссель заехать нельзя. То ли в Африку заезжаешь, то ли в Брюссель, в столицу королевства бельгийского. Непонятно уже. Поэтому вот оно все одно к одному. Идет завоевание Европы. Европа утратила волю, Европа утратила решимость. Попытки ее восстановить сейчас, так сказать, отчаянные, которые предпринимаются, пока не очень удачные. Ну и, естественно, под это подстраивается политика. На хрена она воевать с Вовой Путиным, с безумным, когда давай мы ему судецкого область приложим. А может быть, он дальше в войну не пойдет. Так что, ну, что я могу сказать? Все ля ви, как говорят французы. Да, еще поговорим про звонки Путину и Путина к другим лидерам. Ну, еще тему ядерки также вот закончим, потому что нам Блумберг раньше же рассказывал про то, что Россия поставляет США примерно 20% обогащенного урана, который там используют в качестве топлива для американской АЭС, что делает ее, правда, иностранным поставщиком номер один. Эти продажи также писали про то, что приносят Москве около 1 миллиарда долларов ежегодно. Для Путина это копейки, он 150 миллиардов тратит в год на войну. Да, но, к сожалению, эти копейки у него есть, хотя мы знаем, что штаты в апреле единогласно проголосовали за принятие закона, который запрещает импорт обогащенного урана. Но там есть одно но. Есть такая вот поправочка, что до 28 года, если вдруг не будет других источников поставок, они все же имеют возможность брать этот уран от России. Но что значит уран? Это же компоненты для ядерки. Мы знаем, что Иран сегодня очень активно наращивает темпы производства, и МАГАТЭ за этим очень хорошо следит. За последними данными у них там уже есть где-то 60% этого урана, ну а для ядерной бомбы, для ядерного такого оружия нужно 90%. Ну, как пишут, что они уверенно идут в этом направлении. Вот здесь интересно. Я думаю, что Вову Путину помогают активно. Он им оружие дает, и прокси, да. Он же поставляет оружие к Хизбалле, Хамасу, к Хуситам, самому Ирану непосредственно. Я думаю, что Россия расплачивается ядерными и прочими ракетными технологиями с Ираном и Северной Кореей. Поэтому они оживились. И для этого, я так понимаю, ничего сделать нельзя. То есть, если, да, допустим, урана поставляется в США, ну почему другие страны, да, не имеют права? Они же на разные нужды могут идти. Вот здесь интересно, как можно им, возможно ли полностью заприть? Это какая-то политическая воля? Или может быть, наоборот, неволя? Возможно, возможно. Вот сейчас Израиль собирается нанести удар по Ирану. Ну подгоните туда пару авианосцев с различными соединениями. Подгоните туда F-35, Raptor 22, F-22 и так далее. И покажите, что если будет там чего-то поддергание, это первое, это военная угроза. Это демонстрация силы, о которой забыли, к сожалению. А второе, это помощь, активнейшая помощь иранской оппозиции. Активнейшая помощь. Вот прям она должна получать все, что необходимо ей для борьбы с режимом Ай-АТО. Там женщины чуть революцию не устроили, чуть не свергли, а это АЛУ. А уж если, так сказать, помочь им, я думаю, что они сумеют сковорнуть этот режим и выбить Иран из оси в зла. Сейчас вот такая ситуация, когда это можно сделать. Но и Путину нельзя давать побеждать. Победа Путина будет означать, по сути дела, все морально-психологические основания для новых, более разрушительных войн, которые рано или поздно приведут к применению ядерного оружия. Рано или поздно, я вот сейчас в вашем эфире заявляю, что дальнейшая политика с попустительством приведет к скорому применению ядерного оружия. Впервые после, так сказать, единственного его применения в военных целях, когда были нанесены удары по Хиросиме и Нагасаки в 45-м году, в августе 45-го года. Вот прошло 80 лет, сейчас угроза повторного применения, массового применения ядерного оружия возрастает каждый день. К сожалению. Ну и про то, да, вот вы говорите, что нужно сегодня дать победить Украине, помочь в этом. Вот пишет в Washington Post, что, например, Евросоюз не может обеспечить Киев необходимым объемом оружия. Конечно. Нужно все раздать миллионы мигрантов, все, так сказать, финансы, возможности. Я еще раз говорю, я сам мигрант. Но это другая миграция. Это не колбасная миграция. Не уехай я из страны, я бы сейчас уже гнил бы на каком-нибудь кладбище. Вот. Поэтому разные миграции. Вопрос в том, что я все понимаю, но если политика будет, политика популизма, подлаживания под интересы людей, которые мало что производят для страны, для ее ВВП, для ее жизни, для ее организации и так далее, это все приведет к хреновейшим результатам. Вот эта халявно-потребительская популистская политика, которая сейчас все больше и больше овладевает западными правительствами, западными партиями и так далее и тому подобное, она до добра не доведет. Вот люди должны работать. Люди должны что-то производить. И я вот когда, например, в той же Франции, при всем уважении, великая страна, великая культура, великое, так сказать, достижение и так далее, все есть. Но когда я вижу дикий мусор, дикие, так сказать, там, замусоренные, загаженные районы, я так вот думаю, хорошо, ребят, вы платите пособие. А почему вы не увидите обязательно, так сказать, хотя бы там шестичасовой рабочий день для мигрантов, чтобы они вот на благоустройстве, на украшении, чтобы они привели в порядок все эти парижские метро, все эти привели в порядок засранные кварталы, дома, тротуары, там, и так далее. Париж бы засиял новыми красками, да они бы научились понимать, что нельзя срать там, где ты ешь, где ты живешь. Я не про всех говорю. Там очень много людей, которые приезжают, и в том числе образованные, и так далее. Но приезжает и вот гопота, которая, так сказать, только что с пальмы слезла, она привыкла там прям с пальмы туда вот и гадить. И не считает это чем-то, как бы, так сказать, зазорным. Культура не успевает привить культуру. Вопрос сейчас не в цвете кожи, вопрос там не в национальности, а вопрос в уровне культуры. И разрыв чудовищный, гигантский, гигантский разрыв культуры, и культуру невозможно привить за три года. И за пять лет можно выучить за три года язык. Можно научить там медведя, так сказать, там нажимать кнопки. Можно еще много чего сделать. Но культура не прививается за там пять или даже десять лет. Очень тяжело. Люди должны проникнуться этой культурой. Они должны с ней взвратиться. Они должны в ней жить. Они должны ее ценить, любить. Они должны свою страну ценить, любить. А если люди приезжают сюда, дайте нам, так сказать, больше, и мы еще, Франция это как корова, которую нужно больше доить и меньше кормить, ну, извините, с такой психологией страну не построишь нормальную, единую. Вот поэтому я это очень хорошо все вижу. И я понимаю, что политики начинают подлаживаться под вот это халявное, довольно-таки агрессивное меньшинство. Но они начинают там, а мы вам дадим еще пособия, мы вам дадим это. А у нас теперь на Украину нет, мы производим 55% мирового объема вооружений, но мы Украину снарядами обеспечить не можем. Потому что, если мы обеспечим украинским снарядом, мы кого-то там не обеспечим социальным жильем. В семьи приезжает по 10 детей, им дают там пятикомнатные квартиры за 200 евро в месяц оплаты. Это социальное жилье. Я про Францию рассказываю. Может быть, в Германии, так сказать, в Британии, в Бельгии, да, мы где-то еще другое, но я рассказываю то, что я знаю про Францию. Это, конечно, здорово. Это, наверное, лет через 50 или 60, если прекратится поток беженцев, даст, так сказать, там какой-то огромный плюс в стране. Но эти 50 лет еще надо прожить. И если у Путина и его, так сказать, сволочное окружение устроят ядерную войну, то никаких 50 лет у нас ни у кого нет. Да, это очень важно также понимать и не только нам, да, потому что мы здесь ближе всего к войне и видим все, как происходит своими глазами. Ну и про то, что сегодня происходит в Европе, также нам нужно понимать и знать, куда это все идет, если говорить про санкции. Да, вот мы также немножко поговорили про это, про санкции и про то, чего сегодня, скажем так, не хватает больше. Это вот той же самой, как мы говорили, политической волей или вот что делать с отдельными политиками, которые сегодня по разным источникам мы знаем, Орбан, Фитца, Орбан, они, к сожалению, сегодня вот есть те, да, вот люди, которые тормозят очень много чего для нас и, скажем так, насколько вот большое влияние Путина и почему сегодня мы до сих пор не смогли что-то им предоставить взамен, да, вот что-то лучше дать, купить, скажем так, этих политиков? Знаете, конечно там Фитца и Орбан это большие, ну Фитца меньшие проблемы, Орбан огромные проблемы, открытый человек просто встал на сторону Путина, его давно поганой метлой гнать из Европейского Союза, по крайней мере, приостанавливать какие-то программы и много-много чего другое делать для того, чтобы там в Венгрии осознали, что Орбан это позор Европы и позор мира, цивилизованного. Но если мы говорим почему у нас там не работает то, почему не работает все, почему у Путина есть то, почему все, знаете, чего у нас не хватает? Мозгов и желание сотрудничать. Две проблемы. Мозгов, потому что от этого и непонимание, что нужно формировать широкий фронт против Путина и проводить серьезную экспертизу, исправлять ошибки, которые сделаны, корректировать политику, придумывать и додумывать то, что можно сделать сообща, вот этого процесса совершенно нет. Я об этом много раз говорил в вашем эфире, в ваших каналах и говорил на других каналах, но, к сожалению, ВОЗ и не там. И то, что сейчас Украина, давайте по-честному скажем, пока проигрывает, я надеюсь, что это временное явление, войну, пока проигрывает войну, тут масса причин, масса ответственности, и не только это Украина проигрывает, понятно, что проигрывает цивилизованная часть человечества и так далее, но тем не менее, тем не менее, огромное количество ошибок никак не исправляется. Вот просто какое-то такое маниакальное упорство. Ну, а западные бюрократии, что делают западные бюрократии? Западные бюрократии, у них 7-часовой рабочий день, 2 часа обед, все праздники, так сказать, выходные просписали. Вот им сказали, чего-то такое, они берут формально, это выполняют, делают вид, что, так сказать, они помогают бороться с Путином. На самом деле, они еще хуже делают. Они ему помогают. Им пофигу, так сказать, потому что 7-часовой рабочий день заканчивается, и после этого можно поехать домой, заняться своими делами, не обращая внимания на всякие войны, на всякие, так сказать, бомбежки, на гибель людей на фронте. Главное, так сказать, доработать до конца рабочего дня. Бюрократия, это вторая огромная проблема, ужасная проблема, демократии, которая, ну, не управляет бюрократией. Бюрократия управляет, на самом деле, политиками, а не наоборот. Я об этом много раз говорил, много раз объяснял. Если не способна демократия мобилизовать свое государство, а государство, оно состоит из чиновников, в первую очередь. Если оно не может мобилизовать свое государство на быстрое решение, на важное, на правильное, на самое необходимое решение, то о чем мы будем говорить? Мало того, что мы не можем сформулировать четко политику, потом начинаем шарахаться. А почему же нас это не работает? А почему не работает то? А почему? А вас ничего не предупреждали, ребят, что это не будет работать? Предупреждали. Вы сказали, а отстаньте, мы все знаем. Ну и хорошо. Тогда не задавайте этих вопросов, почему все это не работает. Почему у Путина и денег полно, и людей полно, и союзников полно, и он продолжает наступать на Украину, несмотря на то, что уже заканчивается, третий год войны, и оттеснить, и уже 20 с лишним процентов территории захватил, и на него не действует там контрдействие вооруженных сил Украины в Курской области и так далее. Вот эти вопросы все почему, они давно на них были даны ответы. Но эти ответы никому не нужны. Каждый, так сказать, ходит по своим граблям. Знаете, есть такая привычка человечества. Я знаю, что грабли бьют по лбу, мне об этом рассказывали, но я хочу сам попробовать. Вот все ходят по своим граблям, получают по лбу, а потом начинают задавать вопросы. Я, может быть, эмоционально это говорю, но вы понимаете, когда два с половиной года говоришь, ребята, давайте все-таки какое-то серьезное дело, давайте мы вам поможем, давайте вам посоветуем, давайте проведем вам экспертизу, давайте вам расскажем. Вы подумайте, решение принимаете вы, но вы хотя бы совет вы-то послушайте. Нет, мы все знаем. У нас вот западные союзники, которые тоже храневают, они не знают, чего-то сказать делать, сами у них тоже никакой стратегии, тактики по России нет. Мы тысячи раз говорили, что вы не выработаете стратегии и тактики в отношении России, что делать с Россией послевоенной, чем должна закончиться война, что будет означать победа, что делать с путинским режимом. Если у вас нет ответов на этот вопрос, война не имеет какого-то ясного, четкого плана, и она, раз нет четкого плана, как можно побеждать? Как можно побеждать, если ты не знаешь, что делать? Ну, по крайней мере, к Западу это относится, да и в Украине тоже, относится это на 100%. Нет никакого сценария победы над Путиным. Никакого. Два с половиной года прошло. Сейчас скоро будет три года уже в войне. И как его не было, этого плана, как не было понимания, что делать с Россией, конечно, замечательно, так сказать, если ссылаться на Аркадия Бабченко, да, огородить Россию стенкой, там, пустить крокодилов и так далее. Ну, это здорово звучит, так сказать, поэзия. Это поэзия, да. Вот поэтическим языком это как бы объяснено, но это и не имеет никакого отношения к реальности. Поэтому, если мы хотим говорить о реалиях, надо о них говорить. А если говорить о поэзии, то отпустите больше крокодилов, сделайте стенку повыше. Ну, конечно, здорово это все. Только это ни хрена не поможет. Никуда не естественно 140 миллионов человек с безумной властью, с шестью тысячами ядерных боеголовок. Хоть тысячи рвов построить, и там миллион крокодилов. Только просто, так сказать, хорошее сырье для производства сумочек и обуви будет у российских браконьеров. Вот. Я уж извиняюсь, почему, потому что я тоже переживаю за все это. Я же вижу, что идут соглашательские вот эти попытки замириться с Путиным, а это означает укрепление у власти на годы, а может быть и десятилетия или там полтора десятилетия. Это означает, что Россия точно развалится, она точно станет источником какой-то огромной войны, она точно приведет к гибели уже не сотен тысяч человек, а может быть сотен миллионов человек к гибели. Вот поэтому, когда я смотрю вот на все это, то, что происходит, у меня возникают соответствующие эмоции, и вот иногда я в эфире их рассказываю. Да, к поводу разговоров с Путиным мы также с вами вот эту тему обсудили, но вот здесь еще такой интересный один момент, буквально уточнение, да, в Кремле заявили, что Путин готов говорить Шольцем, но не было предложения. Как такое может быть, что на высшем уровне говорят абсолютно разные слова? Конечно же, мы склонны больше верить Германии, которая заявила, что Путин отклонил предложение, но очень как-то странно это все звучит. Ну, звучит это унизительно для Шольца, Шольц допустил свое собственное унижение, чем бы он там не прикрывался интересами человечества, ответственностью за его судьбы и так далее, его просто-напросто унизили, нагло унизили. Примерно это выглядело так. Владимир Владимирович с вами хочет поговорить Шольц. Шольц? А, да-да, помню, есть такой канцер, да. О чем он хочет сказать? Он не говорит. Ну, скажи ему, пока он не скажет, о чем он хочет говорить, я говорить с ним не буду. Вот примерно так. Ну, я упрощаю. Конечно, там нужно добавить какие-то политические, дипломатические, так сказать, обороты. Это несложно сделать для людей, владеющих русским языком на каком-то определенном уровне. Вот. А так вот, в принципе, суть разговора такая. Хочет поговорить с Шольца. О чем он хочет сказать? Он не говорит. Ну, и хрен с ним. Скажи, что мне пока некогда. Вот скажут, объяснят тему разговора, будем разговаривать. Скажи, что я сейчас не готов к этой беседе. Вот примерно так. Это называется умыли. Ну, и про то, чего ожидать нам от россиян, мы знаем, что есть уже фото-видео, где, вот, например, в ночь с 12 на 13 октября в России сожгли военно-транспортный самолет Ту-134. Также мы видели ранее, что были такие вот партизаны, да, иногда это были несовершеннолетние, которые готовы были также работать с главным управлением Российской Украины и помогать нам изнутри. Вот как думаете, что должно такое случиться, чтобы вот такое явление стало массовым? Потому что, если сегодня представить, что какая-то часть, пусть даже, не знаю, 15 процентов россиян, 10 будет помогать вот нам там, да, на местах, то, конечно же, вот мне кажется, что войну будет выиграть легче, но здесь, конечно, очень интересно, да, вот, а что может сподвигнуть правда вот на такие вот события? Но, Настя, при всем вашем оптимизме и энтузиазме, все это точечные действия, которые не имеют пока никакой перспективы. Потому что, а, первое, это надо было начинать два с половиной года назад, составлять общий план борьбы с путинским режимом, и там должны быть меры санкционные, миграционные, финансовые, санкции экономические, санкции политические, там одно, другое, третье, контрпропаганда и так далее и тому подобное. И среди этого обилие возможностей и способов должны быть военно-политические, в том числе реальная поддержка деньгами, оружием, взрывчаткой, я не знаю чем, кто бы там если занимался соответствующих слоев или там групп населения в России. Они сейчас действуют на свой страх и риск. Вот, предположим, сожгли они один самолет. Их там осталось, по-моему, еще там тысячи-полторы. Вот, сожгли. Значит, сейчас там ФСБ всем расскажет, что кругом партизаны, кругом сволочи, кругом предатели. Начнет сейчас ужесточать санкции, хватать людей, которые симпатизируют Украине, поддерживают антивоенные настроения и так далее и тому подобное. Будет развязан виток новой репрессии. Этим людям никто не поможет. Этим людям никто не поможет. И этим людям никто не помогал. Все эти разговоры про партизанские и прочие движения, все эти разговоры про поддержку антипутинского сопротивления в России опираются на болтовню. Они опираются на болтовню. Или на какие-то отдельные, очень точечные, очень ограниченные, очень локальные акции. А если переходить от болтовни к серьезному вопросу, так этого нужно было сделать, конечно, желательно два с половиной года назад. Но если уж не сделано два с половиной года назад, хотя бы вчера должно было быть сделано. А коли у нас, так сказать, ничего в этом направлении не шевелится, не движется, не меняется, то о чем мы сейчас можем говорить? Что, ребята, на свой страх и риск идите рискуйте своей жизнью, жизнью своих семей, своих детей, да? Идите там чего-то делайте. За границей вам поможет, как в известном комедии, кто поможет этим людям? Кто чего им даст? Они даже выехать из страны не могут. Они даже выехать из страны не могут, потому что договоренности нет. Ни одной. Кордоны кругом двойные. Путинские кордоны и кордоны стоят на границах сопредельных государств. И что делать этим ребятам? Поэтому, когда мы начинаем говорить по-серьезному, то мы приходим к выводу о том, что никакого серьезного разговора нет, никаких серьезных шагов нет, никакого серьезного понимания проблемы нет. Есть, конечно, пожелание Анастасии в эфире, чтобы эти акции охватили 10-15% населения. Может быть, это и можно было сделать. Но на это надо было работать месяцы. И все по-серьезному работали. И соответствующих людей искать, и соответствующие ресурсы, и соответствующие каналы связи, и соответствующие, какие-то окна на границе. Я просто рассказываю общую методику, изложенную в учебниках контрразведки. А если этого ничего нет, безумству храбрых поем мы песни. Знаете, говорил один писатель русский, советский. Безумству храбрых поем мы песни. Безусловно. Так же, как и легионы. Но давайте по-честному. Вот там три легионы эти есть. Ну, а когда мы говорили о том, что, ребята, давайте серьезный корпус создадим. То есть на 30, на 35. Украина к этому не готова. Ну, вот безумству храбрых поем мы песню. Героические ребята в легионах сражаются за Украину, за ее независимость, за ее суверенитет, за ее победу. Честь им и хвала. Но это ограниченные подразделения, которые курируются главным разведывательным управлением или там штабом ВСУ или кем-то еще. Они вот в этом виде существуют. Никакого перспективы развития в них нет. Я говорю то, что знаю. Себя говорил то, что я предполагаю. В этот я как раз в моменте к сожалению знаю, как обстоят дела. Поэтому вот не все так хорошо, как вот мы с вами думаем, предполагаем. Есть и серьезные проблемы. в непонимании важности объединения усилий, непонимании важности получения детальной информации изнутри страны. Вот говорят, вот дроны меняют морально-посилогический климат в России, а вот не меняют. А вот не меняют. Вот что ты хочешь делать? Горобы меня спрашивают, меняют внутриполитический климат в России? Вот на сегодняшний день пока не меняют. Нужно искать что-то другое. А не продолжать маниакальным упорством прибегать к тем идеологемам, тем методам, тем фактам. Ну, я понимаю, дроны решают военные задачи. Это понятно. Тут вопросов нет. Они должны решать военные задачи, ослаблять инфраструктуру, ослаблять возможности России наступать и так далее. Военный смысл в них есть. Но когда меня спрашивают, а что-то они меняют на состоянии в обществе? Ни хрена ничего не меняют. Мы должны быть реалистами. Почти ничего не меняют. да, они может быть... Вот миграция, так сказать, из Курской области, она что-то поменяла, наверное. Она поменяла отношения к России, она меняет настроение... Сейчас вот эти мясные штурмы меняют отношения солдат к войне. И много чего можно было сделать на этом фоне. Был период, когда элиты готовы были думать, как поменять власть в стране, упустили этот момент. Тоже все все знают, все все понимают, а потом спрашивают, а что это у нас не получается, а что это у нас не выходит, а почему-то вот мы там не можем добиться успеха, а почему эти действия, шаги, факты, меры, санкции не работают? А чего раньше-то не спросить? Да, Геннадий, очень много вопросов сегодня есть. У нас их война уже полномасштабное отторжение, уже третий год, да, вообще. Три года скоро будет. Да, да. Скоро будет три года, февраль, уже октябрь, середина октября. Это да, это да, не хочется говорить, и думаю, что тут кто-то устал, потому что, так как в Украине, да, скажем так, готовы бороться, никто не готов, но, конечно же, на самом деле, давайте по-честному, все смертельно устали от войны, от бомбежек, от разрушенных объектов инфраструктуры, от того, что где-то света нет, где-то тепла, от того, что невозможно вести нормальную жизнь, конечно, все смертельно морально устали от этой войны. Сейчас вопрос, кто кого все-таки победит морально. И в окопах устали, в российских окопах люди устали, понимают, начинают понимать доходить до них, начинает бессмысленность этой войны, вот сейчас бы поработать по этой теме, но непонятно с кем. Вот, и, конечно, все смертельно от войны устали, но ситуация такая, что пока тиран побеждает. Пока тиран побеждает. И есть риск, что новый президент Соединенных Штатов Америки, как и Шольц, позвонит ему, но тут, наверное, не будет отказа, если там новый президент вдруг скажет, что хочу позвонить, но пока не знаю, о чем говорить. Я думаю, тут отказа не будет, потому что Путин считает себя равным американскому президенту, вот, никак иначе. Но, тем не менее, это будет поражение, признали Путина, готовность с ним торговаться, все прекрасно. Вот все, что он хотел добиться сейчас, последние там два года, вот он и добивается этого. Прорыва международной изоляции, признание его главным переговорщиком России, и торг с ним за территорией, чтобы он мог выдать это все за великую победу над всем миром, который там страдает русофобией, и прочее, прочее, прочее. А Украина тоже, к сожалению, Путин дарит ошибку за ошибкой, к сожалению, глубоко мне. Ладно, что говорить. Благодарю вас, Геннадий, за разговор, конечно же, будем надеяться, что помощь будет, и что мир все же, да, вот посмотрит на это все другими глазами. Чтобы я закончил на оптимистической ноте, есть сейчас два форпоста цивилизованного мира, которые ведут борьбу за весь этот цивилизованный мир. Форпост номер один, это Украина, которая взяла, несет на себе основную тяжесть сражения между добром и злом, и второй форпост от Израиля. Вот власти, вот этим странам, всем демократиям, надо в лагере демократии сосредоточиться на поддержке помощи в достижении побед этих двух стран, и это будет великой победой добра над злом. Вот другого сейчас ничего сказать нельзя, поэтому нужно сделать все необходимое, чтобы Украина победила, и победил бы Израиль. Вот это две вещи, которые абсолютно, это одна и та же война, одни и те же враги, одни и те же процессы, это нужно абсолютно четко понимать, что это вещи, явления одного порядка, одна и та же война. Ее надо выиграть. Обязательно, пусть так и будет. Благодарю вас за время, за важный разговор. Геннадий Гутков, российский беззонный политик был с нами. Благодарю вас. Друзья, дякую каждому. За вас сподобайка, коментар, так уж чекаем. Всі ваші думки, будь ласка, пишите в комментариях в письме в видео, обовысково в подписках до сего, еще не зробил. Дякую каждому. Бережите себя. Субтитры сделал DimaTorzok